Завоевание господства в воздухе и уничтожение наземных сил противника Таковы задачи ВВС в любой войне Последние десятилетия 20 века Афганистан, Балканы, Чечня, Ирак Чаще всего крупные державы вели действия против сил не имеющих или почти не имеющих авиации Воевать за господство в воздухе было практически не с кем Главная цель современной боевой авиации с наименьшим риском поразить сухопутного врага Для сухопутных же сил всегда было важно защититься от угрозы с воздуха Активная защита это средства ПВО, ракетные комплексы и зенитная артиллерия Защита пассивная, маскировка, постройка подземных командных пунктов, центров политического управления Истребить живую силу, уничтожить легкие укрепления можно и ковровыми бомбежками Взорвать современный глубинный бункер можно только высокоточными боеприпасами Первыми умные бомбы применили США, во Вьетнаме Командование американских ВВС ждало от нового оружия невероятного На вопрос журналиста, какова реальная эффективность умных бомб, один из генералов ответил Если вы умеете бить белку в глаз, вам совершенно не важно, в какую часть глаза вы попадаете Однако высокоточное оружие первого поколения было весьма далеко от совершенства Вьетнамцы буквально сводили умные бомбы с ума, народными методами Так США долгое время не удавалось разбомбить стратегически важные мосты Как только вьетнамская служба оповещения передавала информацию о приближении американских самолетов Охрана объектов поджигала заранее заготовленные помосты с гнилушками из тропических деревьев Дыма при этом было, как от хорошей котельни Электронные мозги клинило, они теряли цель и бомбы попадали в джунгли Сегодня бомбы того времени кажутся не менее архаичными, чем партизанские дымовые завесы Бесспорным лидером НАТО в области разработки высокоточного оружия остаются США Однако их монополия уже не столь безраздельна Умное оружие для авиации с успехом создается и в европейских странах На родине знаменитых ФАУ, Германии, разработана крылатая ракета Тауэрос-350 Ее носителем будет ударный самолет Торнадо Турбовентиляторный двигатель позволяет ракете развивать скорость, близкую к скорости звука Цифра 350 в названии означает дальность стрельбы в километрах Тауэрос – первая европейская крылатая ракета, оснащенная спутниковой системой наведения GPS На Тауэросе установлена новейшая аппаратура противодействия электронным помехам Считается, что ракета сама будет засекать и подавлять системы радиоэлектронной борьбы противника По расчетам конструкторов, Тауэрос сможет поражать высокозащищенные цели, в том числе глубинные укрытия Это позволит наносить парализующие удары по ключевым точкам неприятельской обороны Англичане и французы выступили с проектом Storm Shadow Эта ракета уже принята на вооружение Благодаря форме, компактным размерам и композитным материалам Storm Shadow малозаметна на радарах Для наведения ракета использует не только спутниковую технологию GPS, но и встроенную камеру Приближаясь к цели, Storm Shadow делает ее снимок и сравнивает изображение с трехмерной цифровой картинкой, помещенной в памяти бортового компьютера На испытаниях ракета показала великолепные результаты 250 километров до мишени она пролетела в притирку к земле на высоте не более 100 метров Storm Shadow уверенно поразил объект, несмотря на то, что рядом стояли два похожих здания Ракетами Storm Shadow будут вооружать ударные самолеты Торнадо, самолеты вертикального взлета и посадки Харриер-7 Истребители Мираж-2000, а также Еврофайтер Тайфун, который относится к самолетам следующего поколения И все же самые революционные достижения в создании высокоточных боеприпасов принадлежат Соединенным Штатам Именно в США разработан J-DEM Комплект оборудования, способный превратить в высокоточную любую обычную бомбу По сути это универсальные мозги для боеприпасов J-DEM состоит из нескольких блоков Управления, инерциального и спутникового наведения GPS Вероятное отклонение от цели не превышает 13 метров Обходится J-DEM значительно дешевле, чем производство умного оружия целиком Бомбы лазерного наведения последних серий стоят несколько сот тысяч долларов А комплект J-DEM всего 21 тысячу Копейки по меркам современного ВПК Благодаря этому количество высокоточных бомб в арсенале США Может возрасти минимум в 10 раз Первые испытания интеллектуального комплекта прошли осенью прошлого года На полигоне в штате Юта Их результаты впечатляют С бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit Было одновременно сброшено по десяткам целей 80-200 килограммовых бомб МК-82 Каждая была оснащена комплексом J-DEM Бомбардировщик находился в зоне сброса всего 22 секунды Все бомбы попали точно в цель По мнению экспертов Дата эксперимента 17 сентября Станет вехой в истории боевой авиации Массированные бомбардировки высокоточными боеприпасами Будут реальностью в войнах 21 века